Задумались в Вильнюсе. Здесь открылось мероприятие с громким названием «Форум свободной России». Радикально изменить нашу страну вызвалось около 40 человек. В большинстве своём наши несистемные либеральные оппозиционеры. Малое количество участников, видимо, объясняется тем, что на форум допускали только тех, кто принесёт две рекомендации. Наш политический обозреватель Павел Зарубин свою либеральную благонадёжность доказать не смог, а потому вместе со съёмочной группой подвергся нападению. И вот его репортаж. Мероприятие, которое организаторы назвали «Форумом свободной России», началось с атаки на российские СМИ. Такова реакция Гарри Каспарова и его помощника на просьбу об интервью. Физическую поддержку им оказывала небезызвестная Бажена Рынского, в буквальном смысле запрыгнувшая на съёмочную группу со спины. В этот раз она не кричала «Ребята, снимайте, я Бажена». Наоборот, никаких интервью, потому что российские журналисты якобы не разделяют европейских ценностей. И ещё цитата «Всем надо выдавить глаза». Девушка Бажена, зачем вы хватаете нашего коллеги? Я вам не дам больше микрофона. Зачем вы? Мы не дам больше микрофона. Мы не дам больше микрофона. Мы не дам больше микрофона. Хватит хватать мой микрофон. Всё это происходило в самом дорогом отеле Вильнюса. Здесь даже обычный номер стоит 16 тысяч рублей в сутки. И вот в этом месте собрались те, кто обеспокоен судьбой России. Гражданин Германии Альфред Кох, гражданин Хорватии Гарри Каспаров, жители Эстонии Артемий Троицкий Евгений Чирикова, скрывающийся от российского правосудия депутат Пономарёв, Мария Алехина, глумившаяся над верующими в Храме Христа Спасителя. В общем, думающие люди, как назвал их Константин Боровой. Эти люди считают, что в России мало демократии и желательно пойти по украинскому сценарию.